25 апреля на стадионе «Химик» искали лучших из лучших среди пожарных. Команды прибыли, жеребьевка проведена, все готово к старту. Товарищ полковник, личный состав гарнизона, также приглашенные гости для проведения чемпионата сильнейший пожарный Копейского пожарно-спасательного гарнизона построены. Докладывает майорная служба Василия. Вольная. Вольно. Определить, кто самые сильные участники смогли при помощи пожарного кроссфита. От обычного он отличается спецификой заданий и условиями выполнения. Представлены традиционно семь команд из пожарно-спасательных частей, которые представляют Копейский пожарно-спасательный гарнизон, и аппарат отряда традиционно выставляет команду. Сделали соревнования немного открытыми, поэтому сегодня еще пригласили наших коллег с города Трехгорного, с Челябинской области, и две команды студентов Челябинских колледжей, которые именно с факультету пожарно-безопасности техносферной, то есть, грубо говоря, это наши будущие спасатели пожарные, вот, они тоже представлены здесь. Новшество соревнований 22-го года – участие девушек. Им предстояло в специальном аппарате для дыхания подняться на учебную башню с пожарным рукавом, затащить наверх две рукавные скатки на веревке, передвинуть покрышку ударами кувалды весом 5 килограмм, пробежать змейку, проложить рукавную линию, сбить мишень и, невзирая на усталость, спасти пострадавшего. С испытаниями достойно справилась студентка Челябинского профессионального колледжа Виктория Кизилова. Давай, давай, давай. Для девушек сделали полегче, но тоже приличная масса. Шланги есть, ну, килограмм по два, и там их два. Ну, килограмм по пять-шесть поднимали на четвертый этаж. Самый тяжелый – это был рукав, наполненный водой. Килограмм сорок, наверное. И шестидесят килограмм – это был манекен. Сколько вам лет, и как вы умудряетесь, будучи такой хрупкой и красивой, делать такие сумасшедшие вещи? Мне два дня назад исполнилось семнадцать. Я занималась четыре года боксом и три года вольной борьбой. И поэтому физическая подготовка позволяет. Женские забеги вскоре сменились на студенческие. Среди юношей выступил также студент ЧЛПК Владислав Нафиков, будущий пожарный и спасатель. Давай, давай, давай! Выступил нормально, но мне не понравилось. Я мог лучше выступить. Готовился усердно. На первой тренировке очень было тяжело. Готовились долгое время. А у вас подобная башня есть? То есть, чтобы на тренировке ощутить, как это будет в итоге на соревнованиях? Нет, в колледже у нас нет такой башни. Мы вот сюда ездили, тренировались здесь. А потом уже в колледже адаптировались, как-то свои упражнения придумали тоже на выносливость. Все, вот там готовились потихоньку. По итогу лучшими признали команду 52-й пожарно-спасательной части Вахрушева. В личном зачете первыми стали среди женщин Александра Федорова, среди мужчин Дмитрий Аксултанов. На этом программа не заканчивается. 6 мая состоится следующий этап соревнований. Сильнейшие огнеборцы представят 6-й пожарно-спасательный отряд на уровне области. 7-й пожарно-спасательный отряд на уровне области.